Друзья, всех приветствую в ходе торговой сессии понедельника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставлять ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Поскольку сегодня понедельник, я проведу традиционный вебинар «Правильный понедельник» в 15.00 по московскому времени. Причем на этом вебинаре я разберу тему, которая наберет больше всего ваших голосов в формате голосования в Телеграм-канале. Буквально после этого эфира мы запустим голосование, предложим сразу несколько тематик на выбор. Та тема, которая приглянется вам, станет основной в ходе моего предстоящего выступления. Опять же, друзья, посыл заключается в следующем. Я очень хочу давать тот фундаментальный фон, который полностью соответствует вашим ожиданиям и запросам. Поэтому, пожалуйста, не поледнитесь, проголосуйте и найдите время поприсутствовать в прямом эфире. Ну что ж, это неделя. Хотелось было бы сказать, что после прошлой недели, когда мы анализировали такое количество статистики из США, у нас будет возможность с вами отдохнуть, еще раз оценить старый новостной фон и подготовиться в спокойных условиях к заседанию американского регулятора. Ну, на самом деле, будет не так уж спокойно, потому что впереди у нас снова очень много важных информационных поводов. И я бы даже сказал, что нас ждет два очень важных события в среду-четверг. В среду это данные по инфляции в США в четверг заседание Европейского Центрального Банка. Конечно же, эти события значительнейшим образом повлияют и на доллар, и на европейскую валюту. Помимо этих двух важных информационных поводов, у нас будет возможность еще больше покопаться в британской статистике. Буквально завтра выйдут данные по рынку труда Англии в среду отчеты по ВВП промышленному производству. Как вы наверняка помните, фунт у нас остается в числе тех инструментов, которые сохраняют потенциал для роста, потому что я практически наверняка уверен, что Банк Англии будет откладывать решения по смягчению экономической политики до конца этого года. И чем больше будет сильных фундаментальных отчетов, особенно по рынку труда, по компоненту зарплаты, тем больше будет оснований сослаться на риторику чиновников Банка Англии о том, что темпы роста средней зарплаты остаются повышенными, и именно они сохраняют на рынке высокие инфляционные риски. И из-за этого, собственно, британскому регулятору важно сейчас сохранять ограничительную политику. Очень похожая риторика на то, что мы ранее слышали от Мишель Булла, которая возглавляет Резервный банк Австралии. Там похожие риски и, собственно, похожая истребинная риторика. Хотя здесь, наверное, стоит все-таки раскрыть слово истребина не в том формате. В отличие от Резервного банка Австралии, Банк Англии все-таки не рассматривает перспективу повышения процентной ставки, но готов к тому, чтобы сохранить ставку на прежнем уровне вплоть до конца этого года. В целом, условия были приятствующие для того, чтобы и фунт, и австралийский доллар смогли выйти на новые локальные максимумы. Давайте сейчас вкратце разберем основные инструменты и по ходу этой недели будем углубляться в анализ с учетом появления новых новостных вводных. Индекс доллара 101.20, текущей котировки, лоу прошлой недели 100.50. Мы почти дотянули до психологической планки 100 пунктов. Но почти пока не считается. Я думаю, что будет возможность повторного перезахода в сделки для тех, кто раньше повременил и ничего не делал. Индекс доллара искали все-таки дополнительных подтверждений идеи слабости американца с учетом предстоящего смягчения экономической политики. Условия для этого продолжают формироваться, поэтому у меня нет сомнений в том, что мы протестируем отметку 100 и окажемся ниже. Отчет Non-Farm Perls, который был так интересен в рамках прошлой недели. Общее количество новых рабочих мест 142 тысячи прогноз предполагал рост на 160 тысяч. То есть фактическая цифра оказалась хуже, чем ожидали аналитики. И я скажу так, что даже если бы мы увидели эти 160 тысячи, я все равно сегодня бы говорил о том, что рынок труда слабит, потому что для американской экономики прирост количественных рабочих мест на 150-160 тысяч – это смешной показатель. Важно также, что показатель позапрошлого месяца был скорректирован, пересмотрен с понижением с 114 тысяч до 89. Единственный позитивный момент был связан с уровнем безработицы, который снизился с 4,3 до 4,2%, но все равно остается на максимальных значениях с 2021 года. Это плохие данные, которые однозначно должны были убедить сомневающихся в том, что американский регулятор понизил процентную ставку скорой. И этот новостной фон должен был усилить спекуляцию на тему многократного снижения процентной ставки американским регуляторам в этом году, о чем я ранее говорил. Я все еще за то, чтобы ставку скорректировали на 100 байсных пунктов в ходе сентябрьского заседания на 50, и потом еще в ноябре-декабре на 25 байсных пунктов. И еще один важный момент. Если мы сейчас посмотрим на инструмент Firewatch Tool, то сможем увидеть то, что вероятность снижения ставки на 50 байсных пунктов там будет отмечена, оценена на уровне 31%. Учитывая то, что до выхода пятичных данных по Nonfarm Perils, этот показатель был 42%. Немного нелогично, учитывая то, что мы увидели все-таки объективно более слабые отчеты. Если у вас есть, опять же, версия, почему именно так и произошло, обязательно поделитесь в комментариях. Я думаю, что будет очень интересно не только мне, но и всему нашему трейдерскому сообществу, который также вместе с нами анализирует новостной Афон. Данные по инфляции точно станут дополнительным ориентиром для данных решений американского регулятора. Если посмотрим на прогноз, то там будет значиться, что в прошлом месяце индекс потребительских цен в США снизился с 2,9% до 2,6% в годовом выражении. И, конечно же, столь агрессивное, столь активное и масштабное снижение инфляции дает возможность Федрезерву перейти к такому же масштабному смягчению национальной монетарной политики. Золото 1500 долларов за трой с концу, прям дежавю. Перед выходом Non-Farm Perils мы смотрели за золотом, которое консолидировалось в течение нескольких дней в районе 2,5%. Я думаю, что то же самое будет и на этой неделе до выхода отчета по инфляции. Но в целом я уверен, что выход все-таки золота произойдет вверх, но в историческом максимуме. Мы, кстати, после Non-Farm лишь на пару долларов не достали до исторического максимума. И, опять же, чистота, с которой золото периодически возвращается к этим уровням, доказывает то, что покупатели очень хотят видеть золото выше 2530 долларов за трой с концу. Я думаю, что выйдет, потому что этому также будет способствовать и доллар, и обвал доходности американских облигаций. Десятилетние трежерис после пятничных Non-Farm Perils так и продолжают болтаться на минимумах с июня 2023 года. Евро против доллара 1,1080. Заседание Европейского Центрального Банка. Решение по процентной ставке в центре внимания. Я все-таки полагаюсь на риторику Филиппа Лейна и Ахима Нагеля, которые отметили, что преждевременное снижение процентной ставки может спровоцировать не совсем нужную и правильную динамику по инфляции. Что-то в этом есть. Я сохраняю скепсис относительно уместности того, чтобы ставку снизили прямо вот здесь и сейчас. Но даже если это решение все-таки будет принято, я полагаю, что евро вряд ли сможет вот так просто оказать именно какое-то влияние на американский доллар. Все происходит наоборот. Доллар влияет на евро. По доллару я убежден, что мы увидим новые минимумы, поэтому по европейской валюте, независимо от новостного фона, который, кстати, национально очень часто игнорируется европейской валютой, будут новые локальные максимумы. По фунту уже сказал, статистика, которую мы ждем на этой неделе, может отправить фунт к локальным максимумам и способствовать росту этой пары выше отметки 1.32. Австралийцы против доллара 0.6680. Опять же, жесткая истребина риторика Мишель Буллок. Меня убедило в том, что австралийский доллар имеет очень хороший потенциал к доросту еще на пару фигур. И в качестве цели я также оставляю значение 0.6970. По доллару и иене практически достали до целевого ориентира 140 иен за доллар. Я думаю, что мы туда придем. Придем уже, вероятно, даже в рамках этого месяца, если будут расти спекуляции на тему того, что Банк Японии может снова повысить процентную ставку. В текущей котировке 142.80 до цели чуть меньше 300 пунктов. И рынок нефти, друзья, 71.78, в лому был 70.59. Наша цель 70 долларов за баррель. Сегодня вышли данные по инфляции в Китае. Скромное значение роста на 0.60%. В годовом выражении прогноз предполагал повышение на 0.70%. Поэтому можно трактовать более слабые данные по инфляции как индикатор более слабого потребительского спроса и индикатор последующего замедления темпов экономического роста. Решение ОПЕК отложить увеличение нефтедобычи еще на 2 месяца было полностью проигнорировано рынком, потому что все знают, насколько и как сильно нарушают отдельные страны текущие обязательства по этому самому ограничению и по квотам. Поэтому в целом предложение со стороны страны ОПЕК-плюс продолжит расти. Добавляем к этому еще и рост ливийского производства, поэтому и ждем 70 долларов и потенциально ниже. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока.